Всем привет! Сегодня определился клуб, который выиграл регулярный чемпионат КХЛ. Также посмотрим обе таблицы в этом выпуске и западной, и восточной конференции, расписания и лучших галеодоров. А начну с результатов. Сейчас идет 22 неделя в КХЛ и сегодня было сыграно 4 матча. Салават Юлайф обыграл ЦСКА 2-1 и после этого стало известно, что московские армейцы не догонят СКА. Таким образом, СКА досрочно выиграла регулярный чемпионат, но таблицу посмотрим чуть позже. Для питерского клуба это достижение стало вторым в истории. Первый раз СКА были первыми в 2012-2013 годах. Кроме того, СКА установил один любопытный рекорд по проценту набранных очков. Выграв в своей последней игре у Адмирала 7-2, клуб набрал 78,57% очков. Для лучшего понимания, клуб выиграл 45 игр из 52, набрав за это время 132 очка. А прошлое достижение принадлежало ЦСКА 77,22%. Но вернемся к матчу Салават Юлайф ЦСКА. ЦСКА уступила во второй кряду игре, а вот Салават выиграл вторую кряду игру. В ноябре между этими клубами был счет 3-0 в пользу ЦСКА. С Салават Юлайфом связана еще одна деталь. Клуб выиграл в прошлой игре у Витязя 4-1 и не пустил Подольский клуб в борьбу за Кубок Гагарина. Витязь на данный момент идет 11-м на западе и в первую восьмерку уже не попадает. Но несмотря на это, Валерий Белов остается главным тренером команды, уверяют в клубе. Сам же Витязь уже без мотивации в этот же день 3-1 уступил Нефтехимику, который после 4-х фиаско в подряд выиграл уже во второй игре. А вот Витязь уступил в третий в подряд. В ноябре, когда играли эти клубы в последний раз, Нефтехимик также выиграл, но 1-2 после серии буллитов. Лидер восточной конференции к Барсу уступил неожиданно аутсайдеру Запада Словану 4-2, который в этой игре реализовал два большинства. Напомню, что до этой игры Слован в четырех последних матчах закинул всего лишь одну шайбу, а тут сразу четыре и ворота лидера. В сентябре, когда клубы играли в последний раз, Акбарс выиграл 3-6. И Сочи первым пропустив, выиграла у Йокерита 2-1. Из семи последних матчей Сочи выиграла 6. А Йокерит на выезде уступил уже в четвертой к ряду игре, причем три из них завершив с одинаковым счетом 2-1. Расписание ближайших матчей на вашем экране. 20 января сыграет Динамо Рига, Динамо Минск, Трактор Югра, Металлург Авангард, Динамо Москва, Адмирал, Локомотив Кунь-Лун, Ска Амур, Торпедо Северсталь. 21 января Сибирь сыграет с автомобилистом Борис Примет, Ладу, Салат Вилаев, Слован, Акбарс, Витязь, Нефтехимик Йокерит и Сочи ЦСК. У Гусева 61 очко, у Квальчука 60, у Вэя 52 по системе гол плюс пас, у Доуса 31 закинутая шайба, у Квальчука 30, у Гусева 22, у Бегстрима и Ткачева по 21. А теперь таблицы. У Ска 132 очка, у ЦСК 118, у Йокерита 95, у Локомотива 90, у Торпедо из Сочи по 84, 7-й Спартак 78, у Северсталя 77, на 9-м месте Динамо Москва 75, у Минского Динамо 64, у Витязя 57, у Слована 55, у Рижского Динамо 43. На Востоке у Акбарса 94 очка, у Салват Юлаева 83, 90 у Автомобилиста 88, у Нефтехимика, на 5-м месте Металлург 86, у Трактора 84, у Авангарда 81, у Сибири 79, на 9-м месте Амур 78, у Бориса 67, у Кунглун 61, у Адмирала 58, у Лады 47, у Югры 46. Не забудьте также оценить этот ролик.